Игнать Тихонович, молитесь. 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 Воежу утрените, славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании и сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалом сороковой. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложи его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня. Исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? Если приходит, кто видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой, против меня замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня. И восставь меня, и я воздам им. И с того узнаю, что Ты благоболишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною. А меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом Твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилево от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь перед лицом Божьим. Слезы были для меня хлебом день и ночь. Когда говорили мне всякий день, где Бог Твой? Воспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, согласно радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о Тебе, с земли орданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна, бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои, волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни Ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я с тетой хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Божий, вступи в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого, несправедливого избавь меня. Ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я с тетой хожу от оскорблений врага? Пошли в свет твой истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь, многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но, скорее, долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости. Ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты, Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна верой моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слова Божьей руки и защиты. Но хочу ли и не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, отщева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану-обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставленный близко, блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычница моя Богородица, святыми Твоими всесильными морьбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помрощенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пресчастное имя славится во веки веков. Аминь. И молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия и Любовь, ибо мы усердно к вам прибегаем к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнаго, животворящего Креста Господний, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твоя, сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, священные Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, митрополитов Тихона и Лариона, и весь священнический наческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наимдающего священника, рожденного свыше, который благовестник, и место для занятия, смири власти воинств твоих, наведи страх, но и на них, и через их сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся. Господи, преобразуй сердца в духовные, коснись Владимира Михаила Жозефа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этих смутьянов, Алексея Илью, украти и покажи ту бездну, куда не заманывают людей митингами и все, что уводит от Бога и от тишины. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, восхваляя Тебя. Да будет благословен в нашей жизни этот день, которого никогда еще не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Тебе, полагаясь на Твой промысл на нас. Слава Тебе, Боже наш! Помоги нам прожить этот день безгрешно, не нарушая Твои святые заповеди. Ибо Ты сказал, что рожденные свыше, водимые Духом Святым, исполняющие Твои заповеди, названные святыми избранными. Помоги нам, Боже, Димный, оправдать эти названия. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Эта тихая и мирная ночь приближает встречу с Тобой наяву. О, Господи, слава Тебе! Господи, защити наши жилища и селения от пожара, воровни, чистой силы. Благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру дай веру. Благослови болящую Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, Владимира, Николая. И прищи добрых жителей с детьми, любящими и знающими уставы Твои святые. И проложи путь тем, кто готовится к окрещению. Сопроводи их в селении. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Мы признаем, что нет иного Бога, ни под каким названием, кроме Тебя, наш любящий Бог. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Возри на угрозы противников истины, изливающих потоки лжи, по зависти, по ненависти, быть может, уже похуливших Духа Святого. Изрегай ими, да поглотит земля, да не коснется это ушей и сердец верующих. И в судный день не помяни их безумие, ибо они знают, что худо творят. И благослови, Господи, благодетели наши. Воздравим в добром всей жизни и будущей. Елену, Елену Людмилу. Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Удуард. Ты показал, Господи, что Ты слышишь нас. Мы просили об издании трехтомника Нового Завета. И со всего мира мы получаем радостное известие. Люди находят утешение и обращение через эти книги. Мы просим, помоги нам издать и этот четырехтомник проповеди в стихах. И в Божьем начале трудиться над этим в типографии. Благослови, Господи, издать ей книгу к истинному православию. Мы надеемся на помощь твою. Почти добрых помощников, которые прошли бы удалили все неровности и ошибки. Слава Тебе, Боже наш, Господи, от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Потерянного Александра найди, укажи, где он. Блуждающих Алексея и Сергея останови, да бы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Господи, вселение нашим живущим благослови и найди новые души. Мы просим Тебя, Господи, да бы чужие и пусть сюда забыли. Аллилуйя, посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Любовь. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может послужить для спасения нашей бессмертной души. Хвала Тебе, Христе Боже наш. Господи, обрати все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну и путешествующих благослови Раису, Льва, Виктора, Александра, Константина. Возврати и дела их устрои по воле Твоей, Святой. Слава Тебе, Боже наш, и наши сокровища сохрани в интернете, их администрацию благослови и расположи к нам. И трудящих на это поприще благослови Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродних и благодетелей всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Господи, благослови Михаила, Елену, Роману, Екатерину, и жилище их устрои, как должно быть, и через их слово обращай людей там, чтобы дом мог превратиться, как в храм, как было у первых апостолов, когда они не имели ни одного храма по всей земле, но ежедневно собирались по домам, утешивших Твоим присутствием и соседей, и на работе, где они, расположи к ним. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь самого! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Вышней Богу! На земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канон и церкви, как на истину. Боже, в вечности воздай милостью Твоим всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. И покроем, оформим в любви от всего, что не славит Господа, от злодействующих против нас. Умягчи их сердца и примири с нами, если угодно Тебе, Господи. Благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерское путешествие. Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Сергея, Людмилу, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верил же пророку. Благослови Ирину, всех одержимых злым духом, избави от него. О, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и провели душу ему по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн, креститель, притеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дару доброе жилье и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь словесных овес, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой еду ли печали земле. Слава Тебе, Христе Божий наш! Молите Бога на святые пророки Божии! Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Нои, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия, Иоиль, Агирис, Афония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и пророк Михея, Авраам, Исаак и Аков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода-то у нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий, Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Внямин, Осип Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста на щелую или правую руку. Господи, благослови братья наших, взятых из домов их и отправленных на фронт, без их желания. Господи, не допусти, чтобы они осквернились себя пролитием чужой крови, ибо слово Твое, говорит, взявший меч от меча погибнет. Кто ведет плен, сам пойдет в плен. Коснись их сердец, даруй им истинное духовное рождение и ревность, чтобы они там были светильниками, как город на вершине горы. Благослови Никиту, Александра, Максима и томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах детей твоих. Выведи их оттуда, если угодно, тебе. Но и там, что они были твоими свидетелями, монаха Сергея, Владислава, Илью, Вара и неведомых там страдальцев, пытаемых и убиваемых в мусульманских странах ежедневно. Приготовь народ твой к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Господи, обличи правителей мира и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных тобою казней всемирных можно избавиться какими-то ассамблениями, согласными, договорами, изобретениями, медициной. Все это сатанинская ложь. Твои причистые уста произнесли этот приговор уже над землею, что будут глады, моры, землетрясения, войны. И восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И кто тогда спасется? Господи, твои причистые уста добавили, что сему надлежит быть. Содом не мог остаться, он сгорел. Земля превращается в Содом. Столько извращений, столько безумия. И люди ничего не хотят слышать и видеть. И ты полагаешь предел существования этой земли. Но перед этим хитростью человеческой, третий час человечества исчезнет, два с половиной миллиарда. Это страшно сказать, что еще будет. Научи насценить это доброе, мирное время и молиться за правителей, за начальствующих, священство. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Благослови Никиту, Виталия, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. Кроме тебя нет иного Бога. И мы свидетельствуем это перед всем миром. Прибудь с нами, Владыка, и благослови. Прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кого знаем, кто уже здесь приходит и участвует с нами в молитве. Даруй им духовное рождение, чтобы примирились с Тобой и через жертву Сына Твоего Иисуса Христа, ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение за все Твои милости и щедроты. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Сын и Святой Дух. Аминь. Из праха. Это начаток. А потом вторично вдумал в него дыхание, жизнь, душу бессмертную. И этот труп лежал человек, как будто бы где-то в музее. Глиняный или из воска. И вдруг зашевелился, открыл глаза. И там все в этом человеке. Каждая жилка на месте. Абсолютно все на месте. Много еще сегодня не исследовано. Как это так совершается в человеке. Что мы смотрим в перевернутом виде. Должно отображаться на экране. А оно прямое. Почему? Спереди и сзади. Все Господь сделал. Снизу и сверху. Все обдумано. И мы должны сказать. Начаток прекрасен. И Златоуст говорит. Вот этот начаток. Тело земное. Полученное через приз на Деву Марию. Иисус, ставши спасителем мира. Грехи мира взявши на себя. Вознес на небо. Для человека, чтобы было понятно, говорится простым языком. Он как бы показывает руки свои, ноги пронзенные, рану в боку. И говорит, отец мой, этот грех, в чем он сейчас кается, за него смерть. Но эту смерть я взял на себя. Как его руки распростерты. Познайте, что такое любовь. Что высота, глубина, широта, высота. Златоуст просто объясняет. Широта та, что он обнимает всех и зовет к себе. Глубина та, что погруженный в землю разрушил твердыни ада. Высота та, что восходит на небо, как лестница. И долгота та в бесконечную, вечную жизнь вводит нас. Вот что такое любовь, превосходящее человеческое разумение. И сегодня он этот начаток, плоть, уже не такая, какая была, а которая через закрытые двери проходила. И он вознес на небо и ходатайствует за нас. Его распростертые руки. И мы под ними скрываемся, как под завесой. На нас идет кровь. Еще объяснение дается. И мы, очищенные его любовью, что он умер за нас, смело называем Бога Отцом Своим. Вот принесите ему лучшую одежду в крещение. Все вы во Христа крестившись, во Христа были крестившись. Конечно, если правильно крещено. И дальше все, что касается. Он был сын мой мертв. Я жил жертвой Христа. Пропадал и нашелся. Мы расслышали голос Божий. Вера-то отслышание, не от того, что ты в храм ходил. Отслышание не от бабушки только, но от слова его, что он умер за нас. Вот был один такой человек, он не православный. Он говорил, что в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Мы должны даже, не наше сказанное, но сказанное как точно и кратко. Мартин Лютер сказал это. И он сказал, ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Ничего делать нечего тебе. Выйди на улицу, посмотри на все, прославь его хотя бы про себя. Никогда не позволяйте спать днем себе. Возьмите за правило. Спрашивают, как он... Меня спрашивают неоднократно. Мне вот 10 июня, уже рядом, будет 84. А что я в жизни-то прошел? Меня и выкручивали, и подвешивали, и накачивали, как бочку делали, медицина, чтобы отрекся. Я живу в 84. Как? Надо каждый день считать последним, я говорю. И тогда у тебя будет радость такая, что опять утро, и опять я в этот день вошел. Господи, слава тебе. Вставать всегда в 4.40. Ну, кроме пасхальной ночи, рождественской, когда ночью пробыли в храме. Все, может быть, 2-3 дня таких нет. И никогда, никогда днем не ложиться. Сон одолевает. Присядь вот так вот. Априс головой-то. Ну и заранее скажи, сколько тебе так сидеть-то. Я рассказываю, когда сколько, 15 минут. Через 15 минут никого нету в стенку. Подбегу к дверям. Кто? Никого нету. На завтра, думаю, я проверю. Говорю, 20 минут. Ровно через 20 минут, а спать охота. Потому что бывает задерживаться, а вставать-то в одно время надо. И этому приучать надо детей. Дети, которые у меня были в лагере, под дедовщину, ни один не попал. А почему? Они послушные. И это главное, чего не хватает у сатаны. Смирение и послушание. Это немного перед тем, как дальше будут на чтение Слова Божие. У нас считается Новый Завет с толкованием блаженного феофилакта. И считают наши две сестры, взявшие добровольно на себя. Я могу назвать это подвигом. Несмотря на разницу в меридианах, в параллелях, у них всего сейчас на 4 часа даже разница. Все равно здесь одетые по форме сидят. И они считают Слово Божие. Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. Так, радостное известие для нас. Типография начала печатать первый том. Мы сразу же перекинулись к истинному православию. Нам нужны корректоры. Я уж не говорю, что такие корректоры, как Камератию и Ирина. Она все буквально активнее всех работала. Мы ее приглашаем, дорогую сестру нашу. Я бы взял там всего 480 страниц. Это меньше, чем другие там. Вот 882 страницы проповеди в стихах. Четыре тома, а последние даже еще больше на 9 страниц. И вот надо начинать. С фотографиями уже мы переслали. Вчера я отобрал. Отобрал 96 фотографий. И на 64 страницы надо расположить. Сироткин Николай этим занимается. Очень активный. Сколько он много сделал. И вот сейчас, теперь уже главное, это нам корректуру провести. Они были под корректурой, эти книги. Но находят новые запятые, и все правильно. Ни одной книги нет. У Библии даже есть, он буква кверх ногами стоит, буква М нашли. Почему? Техника. Она бывает и выбрасывает, и заменяет без нас. Итак, если у нас есть кто хорошо знает филологию, я попрошу выйти на сестру Ирину Кондратюк, чтобы она вас взяла под свою опеку и выйти, главное, на Вячеслава. Он скажет, кому с какой страницы считать. И сразу выделять красным и менять. Или спросить. А лучше всего сразу заменять все Е на Ё, где это Ё слышится. Все. Поэтому думаю, что ошибок не так много. В стихотворениях, которые, там немного ошибок было. Это уже надо сделать сегодня. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Дару, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание к евреям апостола Павла, 9 глава, с 15 стиха. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное толкование. Очевидно, смерть Христа смущала многих из более немощных. Если он умер, говорят, то каким образом даст то, что обещал? Каким образом он даст то, что обещал? Теперь Павел, устраняя это смущение, показывает, что именно в силу того, что он умер, Завет его является твердым, ибо не говорят о Завете живых. Ради этого, говорит, ради того, чтобы очистить нас, он умер. И в Завете оставил нам отпущение грехов и вкушение отеческих благ, став ходатаем между Отцом и нами. Отец не хотел оставить нам наследство. Он разгневался на нас, как на сыновей, отступивших от Него, и сделавшихся чуждыми. Поэтому Христос стал ходатаем и умолил Его. Каким же образом? То, чему должны были подвергнуться мы, ибо нам должно было умереть, Он сам подъял за нас и сделал нас достойными Завета. И Завет снова утвердился смертью Сына, так как этот Завет доставил наследие недостойным. Ибо и Завет одних считает наследниками. Слушай Завет Христа. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Иоанна 17, 24. Других же лишенными наследия не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Иоанна 17, 24. Завет имеет свидетелей. Свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Иоанна 8, 18. И утешитель будет свидетельствовать о мне. И вы будете свидетельствовать. Иоанна 15, 26-27 стихи. «Видишь ли, что смерть Христа была ради нашего искупления? Посему как же ты думаешь, что она немощна, когда она настолько могущественна, что исцелила и преступления, бывшие в законе? Итак, зачем ты обращаешься к закону, настолько немощному, что он не в состоянии был исправить преступления, бывших в нем? Не потому, что был дурным, но потому, что был немощен. Если бы смерть Христа не освободила нас от грехов, которыми мы вооружили против себя Отца, то как мы получили бы небесное наследие? Выражение «призванные» обозначает, что вначале Бог был расположен к нам, как Отец к сыновьям. И мы были призваны к наследию. Впоследствии же грехами мы сами себе сделали недостойными этого наследия». Шестнадцатый стих. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Толкование «Итак, да не смущает вас смерть Христа, ибо если бы он не умер, то не установил бы завета, чтобы мы были наследниками. Ибо, несомненно, что завет после смерти получает силу, и мы совсем были бы недостойны наследия, так как не была бы разрушена вражда». Семнадцатый стих. «Потому что завещание действительно после умерших, ибо не имеет силы, когда завещатель жив». Толкование «Читай и понимай это в виде вопроса». Восемнадцатый стих. «Почему и первый завет был утвержден не без крови?» Толкование «То, что говорил, он доказал не одним только общим обыкновением, но и событиями Ветхого Завета, что еще более убеждало евреев. Почему, говорит, то есть так, как необходимо, чтобы смерть предшествовала Завету, то поэтому первый завет был утвержден не без крови. Кровь – символ смерти. «Но там кровь ангца, ибо Ветхий Завет был образом, здесь же, когда воссияла истина, Сын Божий плотью умер за нас. Что же значит «был утвержден», то есть стал действительным? Ибо никаким другим образом он не получил бы начала действия, если бы не предшествовало излияния крови». Девятнадцатый стих «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ». Толкование «По закону», то есть как Бог законоположил, чтобы заповеди его были объявляемые вслух всему народу, или все заповеди по закону, то есть что было положено законом. Почему же были окропляемы книги и люди? Или потому что издревле предизображалась честная кровь, кою окропляемся мы и сердца наши, ибо сердца – суть книги? Так и выше он сказал «вложу законы мои в мысли их» евреям 8.10. Вода – символ крещения. Здесь берутся кровь и вода, быть может, для обозначения того, что из ребра Господа истекли кровь и вода. Быть может, и потому что крещение, символом которого служит вода, возвещает смерть Господню, знак которой кровь. И соп же употреблялся как вещество, сгущающее по причине его плотности. Для подобной же цели служила и шерсть, или так, как Христос – агнец, поэтому и шерсть червленая, чтобы и по цвету она имела образ крови. В 20 стихе говорят, что кровь – завет, о которой заповедал нам Бог. Толкование «Христос» же говорит «сие есть кровь нового завета во оставление грехов» – Матфея 26.28. «Там и не новый завет, и не оставление грехов, посему видишь ли, что кровь он назвал заветом. Так что необходимо разуметь смерть, где говорится о завете». 21 стих. «Так же окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные». Толкование «И это было прообразом, ибо скиния – это мы, согласно следующим словам. Вселюсь в них и буду ходить в них». 2 Коринфянам 6.16. «Мы и сосуды в большом доме Божием. Одни золотые, другие серебряные». 2 Тимофею 2.20. «Итак, мы были окроплены истинной кровью Христа и освящены, будучи крещены в смерти Его». 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Толкование «Для чего прибавил отнюдь?» «Для того, что там не было несовершенного очищения и несовершенного отпущения грехов». «Ибо как это возможно, когда грехи не отпускались?» 23 стих. «Итак, образы небесного должны были очищаться с ними, самое же небесное, лучшими сих жертвами». Толкование «Небесными» называет то, что у нас, что касается церкви. Выше сказано, в каком смысле церковь неба. Посему образами и прообразами наших священодействий было то, что употреблялось у иудеев, поэтому очищались кровью козлов и пеплом телицы. И прочими столь же незначительными вещами, самое же небесное, подразумевается то, что принадлежит церкви, нам, так как наши лучше иудейских и лучше настолько, насколько небо лучше земли. И действительно, им обещаны земные блага, а наше наследство небо, то по всей справедливости наши священодействия достойны лучшей и более величественной жертвы. «Крови Сына Божия, очищающей нас более совершенно». Таким образом, смерть Христа произошла не только для утверждения завета, но и для совершения истинного очищения, очищения души. О благодеяниях же смерти он напоминает потому, что многим она оказалась бесчестной, и особенно крестная смерть. «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» «Ой-ой-ой! Что-то не найду нигде. «Всё?» «Ну, что сказать на это?» «Спаси Христос, сестра! У меня мышка отключается всё время. Проводам должен зайти, там где-то выдернуть, ставить и так. «Спаси Христос! С праздником всех!» «Спаси Христос! У меня мышка вырубается. Провода надо найти, выдернуть и штекер снова ставить, и тогда снимаю здесь все замки. «С праздником всех!» «С праздником! Аминь! Спаси Христос!» «С праздником! Аминь! Спаси Христос!» «Всё, с Богом!» «Хорошо время провели! Аллилуйя!» «С Богом! С Богом храните Господь!» «Аллилуйя!» «Так, что я наказываю вам, не забывайте об этом взывать!» «Сестре, которой сделали операцию, всё благополучно, Людмила, жена дьякона!» «Всё, на этом отхожу!» «Угу!»